Мы не контролем сферон при визе, и после мы сфероним, что оказывается. Как говорят эсперантисты, английский дает деньги, эсперанто дает друзей. Если встречаете эсперантиста, то вы как минимум уже имеете в этой стране хорошего знакомого. Зачастую вы быстро становитесь друзьями, вы имеете друга. Вы точно имеете помощника. Вы уже не чужой. Благодаря эсперанто однажды побывал на свадьбе новых друзей из Вьетнама. В другой стране эсперантисты помогли Станиславу, когда у него украли все деньги. А началось все шесть лет назад. С простого увлечения редким языком. Говорит, азы освоил за три месяца. Затем стал читать статьи на эсперанто, а в 2012-м впервые съездил на Всемирный конгресс по эсперанто. Скажите, а как вы находите друг друга в мире? В основном через интернет, но кто любит традиционные технологии, могут воспользоваться, например, вот такой книгой, в которой по странам вы можете найти массу интересных вам людей. А еще Станислав уверен, эсперанто увлекает не всех, а лишь тех, кто хочет постоянно развиваться. Недавно во Всемирной паутине появилось даже свое телевидение на эсперанто. Причем участники могут тут же оставлять свои комментарии, выбирать любимые рубрики или просто смотреть забавные ролики. И хотя учить эсперанто благодаря самоучителям становится все проще, желающих в Тюмене находится немного. Ми, эстас, Мария. Ты правильно читаю? Да, все верно. И значит, как я догадываюсь, я есть Мария? Да. Тюменский клуб этой осенью решил не набирать группу. В предыдущие годы курс обучения проходило около пяти человек. Впрочем, тюменские эсперантисты не унывают и верят в свою мечту. Может быть, когда-нибудь пройдем к тому, чему планировал инициатор языка. Ну, к чему? Ну, мир во всем мире. И эсперанто в качестве основного языка общения. И не беда, что пока во всей Тюмени на эсперанто говорит десятка три человек. Главное, что их мир простирается далеко за рамки одного языка из страны. Наталья Жукова, Алексей Красных. Тюменское время. Продолжение следует...